Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире передача «Горячая линия» и с вами ее ведущие я, Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте! Актуальной темой прошлой недели стало событие вокруг региональной торгово-промышленной палаты. И мы сегодня решили посвятить передачу и объяснить телезрителям, что это вообще за организация, для чего она и что же там происходило. И сейчас предлагаю вам посмотреть короткий сюжет, что такое РТПП Николаевской области. Торгово-промышленная палата – не державные неприбутковые организации, которые имеют особенный статус. Они объединяют предприятия регионов, чтобы сприять развитию витчизненного бизнеса и освоению закордонных рынков. РТПП – активные участники разголоженной инфраструктуры, экономики страны. Допомагают сформированием науково-технических и торговельных связей между Украиной и другими странами. Еще один напрямок работы РТПП – создание информационного и экспертного супровода экспортно-импортных операций, организации и участие в торгово-промышленных выставках то что. Деяльность палаты регулируется законом Украины про торгово-промышленные палаты и внутренний статус. История Миколаевского РТПП начинается в 1964 году, когда в нашем городе был открытый структурный подраздел Всесоюзной торговой палаты – областное бюро товарных экспертиз. Первым керевником стал Петро Турбаба. Новая история о «Відружении деяльности палат» стартует после принятия закону про торгово-промышленные палаты в Украине. 19 сечня 1998 года в Миколаеве произошло загальными сборами основных и президентом стал Сергей Локарев. За шесть років знов збори, результатом яких стало обрання нового керівника палати. Її очолив Сергій Власенко. Змінюється кадрова політика, з'являється гасло «В союзі з нами гарантія успіху». РТПП розширює поле своєї діяльності і палата стає незалежною платформою для узгодження інтересів бізнесу, влади та інвесторів. Придовжується розвиток традиційних послуг, впроваджуються нові. У 2012 році у палати змінився керівник, ним став Ігор Катвалюк. Що ж дає бізнесу членство в РТПП? Перше – підтвердження легітимності і спроможності бізнесу на міжнародній арені. Друге – участь у світовій бізнес-спільноті. Третє – навчання членів палати. Четверте – можливість отримувати актуальну інформацію про нові ринки і їх потреби. П'яте – створення на базі палати галузевих комітетів для рішення спільних проблем на рівні державних органів. Шосте – лобіювання вирішення проблем окремих напрямків роботи бізнесу в регіональних інституціях влади. Сьоме – надання фінансової допомоги бізнесу для реалізації певних проєктів. До того, членство дає суттєві знижки на представлені послуги. І для того, щоб освітити тему РТПП, ми пригласили сьогодні в студі двоих гостей. Це Сергій Власенко. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми пригласили Ігоря Котвалюка, але, к сожалению, він не прийшов. Тому ми сьогодні будемо спілкуватися в форматі з Сергією Власенко. І, Сергій, перший вопрос. Простими словами, почему РТПП так важливо для кожного жителя нашего города і що оно конкретно к кожному несет? Я б хотів сказати, що подавляюще більшість членів ТПП – це крупні предприєтия, які составляють більше 80% поступлений в бюджет. А, соответственно, на таких крупних предприєтиях, таких як НГЗ, Занемашпроект, зубостроительні заводи, достаточно багато кількість банковських предприємців, частних предприємців. Це задействовано в городі Ніколаєві, в Ніколаєвській області наших жителів города Ніколаєва багато кількість. Це значить, що поступлений в бюджет і люди, які мають відношення в ТПП, мають непосередньо відношення. Т.е. ви хочете сказати, що без допомоги ТПП – це підприємців не могли б существувати? І якщо вони відношення в напрямку до цих підприємців? Ні, відповідь не в допомогі, а в відповідь об об'услугах і партнерстві в рамках ТПП, особливо на міжнародному уровню. Т.е. другими словами, ви хочете сказати, що ТПП є такий смазочний механізм для Ніколаєвського бізнесу? Я хочу сказати, що ТПП работает в соответстві з законом, виконує функцію регулятора на міжнародному уровні, таким звеном між партнерами іностранними і партнерами національними. Другими словами, якщо відстрінитися, абстрагуватися от непосередньо самих фраз, які кажуть, як може палата стимулювати розвиття регіону, або наоборот, уменьшати його економічний потенціал. Кіне основні рычаги цього палату? Основні рычаги, по моєму міненію, є на сьогоднішній день три. Перший вопрос – це робота з малым і середним бізнесом, для того, щоб підняти його уровень, статус, і показати, які є можливості на національному уровні, щоб розширити сферу своєї діяльності. Другий вопрос – це уровень государственний, так як в кожному регіоні України є торгово-промышлення палата. Це существенна сила для того, щоб оказати влияні і на містний бізнес, і на містну власть, і на містну власну в тому числе. Трійний уровень – це міжнародний. Діло в тому, що сьогодні основній источник фінансування для восстановлення економіки України, як ми бачимо на містному ураці, на містному управлінні, є іностранні інвестори, іностранні кредити, в тому числе міжнародна фінансова допомога. Це значить, що торгово-промышлення палата здесь виступає реальним партнером для получення такой допомоги і реальний сектор економіки. Ви затронули дуже інтересну тему – міжнародне сутрудничество. То есть, ви могли би поподробніше сказати, що таке вообще інституція регіональної торгово-промышленні палати, як она реалізовано в мире і як она реалізовано у нас в частності? 400 років назад во Франції, в Барселі була создана торгово-промышлення палата. С цього періоду часу практично в каждій країні существує таке поняття, як торгово-промышлення палата, як на регіональному, так і національному уровню. Не є висклююченням і Україна. Среди національних торгово-промышленні палат существує договоренность його в сотрудничестві, і в рамках цих договоренностей регіональні палати сотрудничають вместе з собою. Це значить, що кожен член торгово-промышленні палати в соответстві з законом і уставом імеє право чи можливості об'єдениться чи получить інформацію практично з любой точки мера. Спасибо большое. І так, уважаємі зритіли, за последнюю неделю прошло ряд событий, зв'язаних з регіональною торгово-промышлення палат, в тому числі в якій участвував Сергій, і багато багато новостей пестріло разними заголовками. І последніе событие було вчера, в четверг, і об цьому наш следующий сюжет. В регіональній торгово-промисловій палаті знову киплять пристрасті. Сьогодні після обіду невідомі вдерлися до приміщення та захопили кабінет президента РТПП. Пролунала стрілянина. Відразу на місце інциденту прибули правоохоронці. Стріляв адвокат регіональної торгово-промислової палати під час нападу, як він заявляє, для того, щоб боронити цей напад, стріляв у потолок стрільну. Ми не втручаємось в господарські справи, хто президент з них, нас це менше всього цікавить. Нас цікаве забезпечення громадського порядку і відновлення нормального функціонування закладу. Тому було прийнято рішення про примусове доставлення вищевказаних осіб в камуфляжній формі до приміщення центрального райвідіоза, для того, щоб встановити їх особи, встановити, яка в них зброя, і дати належну юридичну і правову оцінку їх діям. Сергій, як ви прокомментируєте данне зброя? Відчастникам непосередньо цих событий були ви. Що це були завооруженні люди, яка це була стрільба? Город напуган, особливо після шумного убийства Петра Борошковського. Люди іспугані, взволновані. Прокомментируйте, будь ласка. Я надіюся, що членів торгово-промышленні палату не імеє відношення к цьому шумному убийству, о якому ви щас говорили. Дістіттєвно, вчора застоявся заход і участь членів торгово-промышленні палату в торгово-промышленні палату в засіданні комітету по колективній і общественній безпасності. Я, як руководитель торгово-промышленні палату, який був встановлен в соответстві з решенням апелляційного суда 3 февраля 2016 року, після чого данні обо мене, як обо руководителю, внесені в единий господарський реестр предпринимателей і физичних лиц. Со всім пакетом документів, необхідним для того, щоб приступити к своїм функціональним обязанностям, пригласив членів общественного комітету, членів торгово-промышленні палату для засідання в такой вот рабочій групі. Діло в тому, що сьогодні в торгово-промышленні палаті знаходиться достатньо большое количество неустановленних личностей, спортивно-кримінальній внешності, які мешають действительно работі торгово-промышленні палати і які сьогодні не допускають для виконання своїх функціональних об'язанностей руководителю також на сьогодні призванного господарства. С целью действительно було підписано письмо в адресі громадського об'єднання альянс демократично-правового руху для того, щоб об'єднання 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 на цій території торгово-промышленні палаті. Я, Сергей, извините, що вас перебиваю, то есть скажіть, а зачем, а вот с какой целью було привлечено вот это вот формування, которое, собственно говоря, сопровождало вас? Що ви боялись, якщо ви легітимний президент, по вашому мненю? Ну, во-первых, я нічого не боялся. Кроме этого, я являюсь членом этой общественной организации. Но самый главный вопрос это о том, что люди, которые находятся в торгово-промышленной палаті, которые называют себя общественной организацией «Кордон», просто препятствуют, реально препятствуют по исполнению решения суда и кроме этого препятствуют исполнению мною своих законных функций. В связи с этим вчерашние показали события о том, что люди, которые называют себя адвокатами РТПП, общественниками, провоцируют конфликты, провоцируют, на самом деле, стрельбу незаконную и после этого еще умудряются уйти от ответственности. Спасибо. Я думаю, что правовую оценку в любом случае мы получим через какое-то время от наших представителей силовых структур. А можно я задам вопрос? Да, конечно. По-моему, время пришло для моего вопроса. Сергей, вот я как журналист могу проецировать мнение, вернее, не мнение, а любопытные вопросы, которые задают мои коллеги. Ну, некоторые уже успели написать какие-то материалы на сайт или в газеты, вышли какие-то сюжеты на других телеканалах, но я вот хочу задать вопрос, который волнует многих моих коллег, ну и не только коллег. Да? Ну вот, например, мой коллега Игорь Данилов написал в фейсбуке следующее, следующее сообщение. В эти дни в Николаеве часто можно услышать вопрос, а где там медом намазано в этой торгово-промышленной палате? Вот, скажите, пожалуйста, где там намазано медом? Ради чего, собственно, вот эти все движения, скандалы, стрельба, какие-то формирования и так далее? Игорь К Ripken adalah я думаю, что медом в торгово-промышленной палате с 2012 года уже никаким образом ничего не помазано, средств в торгово-промышленной палате нет. Я думаю, что до апреля месяца торгово-промышленная палата вообще останется без денежных средств к существованию. Вопрос заключается сегодня следующим, в 2012 года планомерно уже три раза подряд торгово-промышленная палата, члены инициативной группы захватывали власть торгово-промышленной Я думаю, что сегодня идет вопрос не о каком-то теплом или сладком месте, а вопрос о том, чтобы кто-то ушел от ответственности за то, что было совершено в течение четырех лет. То есть, если я правильно вас сейчас понимаю, то основной мотивацией вас для того, чтобы вести сейчас судовые разборы, каким-то способом восстановиться в должности, это было непосредственно восстановление справедливости? Я думаю, что вопрос несправедливости, вопрос законности. У каждого разная мотивация. Кто-то хочет уйти от ответственности, а кто-то хочет развивать и созидать в этом городе Николаев. По этому поводу у меня как у политтехнологов к вам вопрос. В период 2012 года, когда Игорь Котвалюк был назначен собранием, тогда избран президентом, он являлся членом партии регионов и был замом такой достаточно одиозной фигуры в Николаеве Николая Круглова. Скажите, после смены власти, после смены власти, по идее же, должны были как-то измениться расклад сил или все-таки конфликт в РТТП лежит вне плоскости политики? Я думаю, что мы живем постоянно в политике и таких конфликтов сегодня общественных вне плоскости политики не существует. Действительно, в 2012 году господин Котвалюк, будучи чиновником самого высокого уровня, используя административный и политический ресурс, занял незаконную должность президента торгово-промышленной палаты. А в чем конкретно заключался политический ресурс? Что вы вкладываете в эти слова? Политический ресурс заключается в том, что возможность давить, возможность уговаривать, возможность оказывать влияние на членов торгово-промышленной палаты у партии власти всегда намного больше, чем у любого руководителя, любого предприятия. А в том числе политический ресурс или административный, лежит в плоскости взаимодействия с правоохранительными органами. Тогда позвольте вас спросить, вы получается всегда в оппозиции к власти? Ведь, например, сентябрьские события закончились собранием, на котором присутствовал Александр Жилобецкий, депутат от блока Петра Порошенко, от правящей партии. И он высказал скорее поддержку Котвалюку, нежели вам. В тот момент, в 2012 году, то же самое высказала правящая партия регионов. Вы, получается, вне политики и против вас постоянно политики. Я бы хотел отметить о том, что торгово-промышленная палата не является политической организацией. Я никогда не являлся членом никакой политической силы. Кроме этого, я никогда не заявлял о каких-то своих оппозиционных настроениях в отношении той или иной власти. Вопрос заключался в том, чтобы торгово-промышленная палата, будучи элементом международного права, была бы над теми политическими процессами, которые происходят в государстве. Для того, чтобы в том числе и привлекать финансовые ресурсы в нашу область. Вопрос заключается в том, что действительно разные политические силы имели отношение к тем событиям, которые происходили в торгово-промышленной палате. Я не могу им давать оценку, так как здесь стоит вопрос не в политической области, а скорее всего в личном. Я хочу задать вам еще один вопрос, который проистекает из очень коротеньких двух выдержек, опять же из статьи моей коллеги Натальи Барбарош. Источники из окружения Власенко в приватной беседе сказали, Сергей Валентинович добивается восстановления из принципа, чтобы, внимание, впоследствии гордо уйти. И второй отрывочек. Политсила, которая имеет непосредственное отношение Игорь Котвалюк, о чем сообщалось ранее, не выдержала этого бардака и уже направила обращение к главе Николаевского областного совета с требованием созвать экстренную сессию областного совета. Будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста. Прокомментирую по поводу того, как гордо уйти. Действительно, в 2012 году, когда произошел незаконный захват власти в торгово-промышленной палате, у меня было предложение гордо и спокойно уйти с торгово-промышленной палаты. И один из частных предпринимателей, членов торгово-промышленной палаты, пришел к Игорю Котвалюку в кабинет и предложил встречу. Спокойную встречу для того, одним из условий, которым являлось условие, чтобы не трогали людей и не увольняли, не было репрессий внутри торгово-промышленной палаты. Игорь Анатольевич отказался от любых встреч со мной, посчитав о том, что, заняв плотно свое место, разговаривать, в принципе, уже и не с кем. Кроме этого, после этого правоохранительные органы тоже оказались достаточно существенное влияние на то, чтобы как проходили следственные действия в отношении меня. Я хочу сказать, я хотел бы вопрос уже ответить о том, что стоит вопрос уже не о том, чтобы гордо уйти, а в том, чтобы зайти в торгово-промышленную палату на законных основаниях, с достоинством, и самое главное, чтобы это было без каких-либо дальнейших последствий для торгово-промышленной палаты. Вопрос связан с бардаком, если я уже ответил, я считаю, что чем больше общественность будет привлечена, и в том числе областной совет, городской совет, органы государственной власти, разберется с этим конфликтом наконец-то и узнает, почему в 2012, каким образом произошло незаконное, в 2015, в 2016 году, я думаю, что такое понятие, как бардак, в Николаевской области, я думаю, что закончится. Спасибо. Очень жаль, что в нашей студии нет Игоря Котвалюка, я думаю, у него бы было свое какое-то мнение, но, к сожалению, получается, как получается. Я хочу напомнить следующую, и хочу привести цитату следующую. Готовясь к передаче, собирая информацию определенную, была такая статья на преступности нет от 5 декабря 2011 года, которая называлась «Что происходит в Николаевской торгово-промышленной палате?». Итак, цитата. Проведенная прокуратурой проверка не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, но означает ли это, что деятельность региональной торговой промышленной палаты в последние два года удовлетворяет две сотни членов ТВП? Могут ли областная государственная администрация, областной совет городской власти Николаева считать, что ТВП является их помощником в деле развития внешнеэкономических связей региона, укрепляет его инвестиционный потенциал, достойно представляет интересы экспортеров-производителей? Под статьей подписана инициативная группа членов Совета РТПП Николаевской области. Фамилии и подписи находятся в редакции. Я для себя, собирая информацию, отправной точкой вашего конфликта, нашел именно вот эту статью, в которой вы обвинялись, кроме всего прочего, в нецелевых растратах денежных средств, в нецелевом использовании денежных средств и в ряде других, скажем так, других преступлений или нарушения законов, я не знаю, как это сказать, юридическим языком. И вместе с тем, опять же, я наткнулся на, собирая эту информацию, я наткнулся на ресурс антирейдер ТПП INYUA, в котором излагается своя версия событий, что вам там угрожали, жене угрожали и так далее. И атака была на вас произведена как наличность, то есть имиджевая атака. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы считаете, с чего вообще начался конфликт, в чем его корень конфликта, что это за инициативная группа и как вы с ними коммуницировали? Я хочу сказать, что все главные конфликты, которые происходят на то ли политической, то ли в экономической площадке, являются деньги. Кому-то, кто-то захотел управлять финансовыми потоками, кто-то захотел получить деньги, которые в свое время были заработаны, но кто-то решил, что сможет заработать на том, чтобы уже создано еще больше. Кто это кто-то? Вы можете конкретно какие-то фамилисты сказать? Я могу сказать, безусловно. Подписантами под этим обращением были мои в прошлом партнеры Валерий Жаренов, Оксанич Станислав, ну и человек, который инициировал все эти кляузы, жалобы, дальнейшие проверки, был вице-президент торгово-промышленной палаты Матвей Владимирович. И Вы считаете, что они получили какие-то материальные дивиденды от этих событий? Я думаю, что они получили существенные материальные дивиденды, будучи в дальнейшем оставшись в торгово-промышленной палате, отвечая по функционалу, отвечая за работу с членами торгово-промышленной палаты, вопросы, связанные с экспертизой, оценкой, в том числе с сертификатами происхождения. Хорошо, для справки, за три года, пока Вы не были, Сергей, в роли президента, не было ни одного, насколько мне известно, ну, по крайней мере, в открытых источниках, ни одного упоминания о том, что были какие-то в отношении Вас уголовные дела, и они закончились какими-то судебными решениями. Скажите, а было ли следствие по поводу Ваших обвинений, и если было, то чем оно закончилось? Да, Вы абсолютно правы. Таких заявлений в отношении меня было написано более десятка. Ни одно заявление не было закончено даже открытием уголовного дела. Все они распались на этапе решения до открытия этого самого дела. Поэтому я могу сегодня точно сказать уже с документами, с отказными материалами и с решением суда о том, что на меня больше было совершено информационные атаки, вопросы, связанные с нападением на честь и достоинство, на то, чтобы возможность погасить имидж, вопрос возможности повлиять на влияние, которое оказывает президент торгово-промышленной палаты на деятельность само предприятия, на взаимоотношения с органами государственной власти. Я думаю, что те члены инициативной группы, которые за этим стояли, в какой-то степени эту задачу решили. Спасибо большое. У нас осталось буквально две минуты эфира и хотелось бы подвести итоги и услышать ваши планы, то есть вы будете, насколько я понимаю, по вашему настрою, вы собираетесь отстаивать свое место президента, имея на это, видимо, какие-то юридические основания. Скажите, что вы дальше планируете делать и как вы видите вообще развитие ситуации? Какое бы решение должно было бы быть? То есть кто должен расставить все точки над «и», как это должно быть? И готовы ли вы признать свое поражение или не готовы? Я хотел бы отметить о том, что с 5 февраля 2016 года я являюсь президентом торгово-промышленной палаты Николаевской области в соответствии с решением суда и теми документами, которые представлены в едином государственном реестре. С этого момента я принял решение о отмене печати и в том числе замене подписи на всех документах, которые выходят из торгово-промышленной палаты. Это значит, что на сегодняшний день все документы, выходящие из торгово-промышленной палаты, в том числе сертификаты, любые формы справок и вопросы, связанные с экспертизами, с оценками, без моей подписи и печати являются незаконными. Я бы те события, которые недавно произошли в торгово-промышленной палате, ставят под угрозу на самом деле деятельность торгово-промышленной палаты как органа, который может выдавать легитимные документы. Поэтому я обращаюсь к нашим членам торгово-промышленной палаты, к нашим партнерам о том, чтобы обратиться временно в Херсонскую либо Одесскую торгово-промышленную палату для получения соответствующих документов. Я со своей стороны хочу заявить о том, что члены инициативной группы, которые в соответствии с поддельным протоколом от 4.02.2016 года объявили Игоря Анатольевича Котовлюка президентом и собирают на сегодняшний день еще одно собрание на 17.02. Я прошу прощения, что вас перебиваю, но время нашей передачи вышло. К сожалению, мы не задали вам очень много вопросов еще. Я думаю, что этот формат должен быть гораздо побольше. Спасибо вам большое за то, что пришли и как смогли высказали свою точку зрения. Спасибо, уважаемые зрители, что смотрели этот материал. С вами был Андрей Острев, Игорь Пох и у нас в гостях был Сергей Власенко. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»